Так, доброго дня! И мы с вами продолжим говорить и про обмен веществ и энергии у детей. И сегодня будем говорить прежде всего о углеводном обмене и обмене жиров. ...разных углевод, содержащих биополимеров, представляет из себя углеводный обмен. Функции углеводов разнообразны. Но на первом месте стоит энергетическая функция. Углеводы являются основными источниками энергии. Из одного грамма углеводов выделяется 4 килокалории. Они выполняют, кроме того, пластическую защитную функцию, входит в состав соединительной ткани, являются структурными компонентами клеточных мембран, биологически активных веществ, ферментов, гормонов, антител. Представляет из себя резерв питательных веществ, гликоген. То есть функции обширной, разнообразной, но основная – это энергетическая функция. Что же обмениваются? Какие углеводы? Как они поступают? Они приходят в организм человека с пищей. И мы видим, что это моносахариды, о которых мы уже упоминали, глюкоза, галактоза, фруктоза. Это дисахариды, сахароза, мальтоза, лактоза. Вы видите сахароза, которая состоит из глюкозы и глюкозы, фруктозы, мальтоза из глюкозы и глюкозы, лактозы, глюкозы и галактоза. Содержатся, например, моносахариды в крахмале, гликогене. Они могут находиться в растительной и мясной пище. Представляют из себя составную часть галактоза, молочного сахара, например, галактоза. Кроме того, дисахариды содержатся в тростниковом сахаре, в сахарной свекле. Это солодовый сахар в различных растениях, лактоза, которая содержится в молоке. Три сахариды, то есть вы видите, полимеры. То есть вы видите, что основные углеводы пищи представлены различными соединениями. И преобразование углеводов в клетках может происходить разными путями. При достаточном насыщении кислородом – это аэробный путь. И при недостатке кислорода – анаэробный путь превращения углеводов. И вот изменение этих путей метаболизма углеводов происходит в процессе роста и развития ребенка. Например, если говорить о плоти, то у плода мы наблюдаем преимущественно какой? Аэробный путь. Когда недостаток кислорода, с другой стороны, когда ребенок рождается, он сохраняется анаэробный. И, кроме того, набирает свою, так сказать, мощность, набирает уже аэробный путь превращения углеводов в клетки. И раньше всех из аэробных включается в метаболизм пентозный цикл, который является источником энергии. Ну и кроме того, с 3-4 месяцев мы видим, что основной путь аэробный, дихотомический, также имеет и приобретает очень большое значение. То есть в процессе роста и развития мы видим изменение путей метаболизма. Конечно, это влияет и является фактором особенностей обмена веществ у детей, в частности углеводов. В дальнейшем, кроме того, что мы видим вот эти изменения пути с метаболизмом углеводов, происходит и специализация превращения углеводов в клетки. В эмбриональной ткани, если там преобладает активность ферментов анаэробного распада, то с 3-4 месяцев начинается специализация анаэробного обмена. Мышца гликолиз, гликогенолиз, надпочечниках эритроциты. В эритроцитах мы видим такие изменения, то есть гликогенолиз, гликолиз. Так, в других тканях аэробный дихотомичный путь превращения углеводов становится основным. Итак, мышцы гликолиз, гликогенолиз, надпочечники, эритроциты, кристаллик, пентозный цикл, а в других тканях аэробный дихотомический. Итак, специализация произошла. Какие же особенности углеводного обмена в результате вот таких факторов, которые действуют и создают эти особенности углеводного обмена? Ну, надо отметить, что у детей наблюдается высокая интенсивность углеводного обмена. И кроме того, существует очень высокая потребность в углеводах. На 1 кг массы необходимо 12-14 г углеводов в грудном возрасте. И углеводы составляют около 40% всего колоража, а в старшем возрасте это 60%. В первые месяцы жизни потребность в углеводах покрывается за счет материнского молока. А вот при искусственном вскармливании ребенок также получает сахарозу или мальтозу. После введения прикорма в организм попадают полисахариды, крахмал, гликоген. И вот попадание этих полисахаридов приводит к тому, что начинается выработка амилазы поджелудочной железой. Это происходит где-то около 4 месяцев. То есть после введения прикорма, когда вот попадают в организм полисахариды, мы видим такое развитие событий. Особенностью пищеварения и обмена углеводов является то, что углеводы всасываются в 12-перстной кишке, тощей, отчасти подвздошной, в виде моносахаров. Моносахариды в ворсинках кишечника под влиянием кишечных фосфатазы подвергаются фосфорированию. Некоторые превращаются в эпителиальных клетках в глюкозу. И в дальнейшем углеводы циркулируют в организме в виде глюкозы. В печени и мышцах они откладываются в виде гликогена. И в грудном возрасте, так же как и для других видов обмена, мы видим некоторую неустойчивость регуляции углеводного обмена. Мы можем наблюдать большие колебания глюкозы, интенсивный гликолиз, повышенное содержание молочной кислоты, происходит откладывание, накопление гликогена в почках. Все это является особенностями обмена углеводного в детском возрасте. И когда мы говорим об особенностях обмена глюкозы, которые мы можем фиксировать, то эти особенности внутриопробно представлены тем, что глюкоза транспортируется через плаценту от матери до плода. Уровень глюкозы крови у ребенка составляет где-то 2 трети от уровня матери. В случае поджелудочные железа, плода синтезируют инсулин с ранних сроков гистации. И ферменты глюкоднеогенеза определяются уже с 3 месяцев, то есть в таком вот раннем периоде. И более того, в случаях голодания матери плод способен синтезировать глюкозу из кетоновых тел. Таким образом он сохраняет свой углеводный обмен, сохраняет метаболизм для того, чтобы выжить и родиться здоровым. Вот мы видим такие особенности обмена глюкозы внутриутробно. Далее, после родов глюкоза является основным субстратом для деятельности головного мозга. Но у малыша, особенно у недоношенных, у новорожденных детей, недостаточные запасы гликогена. Запасы гликогена, которые были накоплены в последние месяцы, особенно беременности, они практически растрачены в период родовой деятельности. И особенно явно это, потому что у недоношенных меньше гликогена, видно у недоношенных детей. Характерен, естественно, интенсивный метаболизм глюкозы. И, более того, при вот таком интенсивном метаболизме необходимости углеводов, энергии, мы видим, что в раннем периоде, в первые дни жизни, выступает в организм незначительное количество пищи. Ну и, кроме того, наблюдается повышенное потребление глюкозы в условиях несоответствующего температурного режима. Вот почему мы говорили о том, что соблюдение вот этой тепловой цепочки, сохранение энергии ребенка, оно является чрезвычайно важным при рождении. Особенно тогда, когда мы сталкиваемся с условиями вот такого несоответствующего температурного режима. Ну а теперь уже к тем показателям, которые характеризуют, в общем-то, обмен углеводов в клинических условиях. Мы можем отметить, что нормальный уровень глюкозы и крови у доношенного ребенка будет представлять из себя 2,6-6,9 миллимоль. Вы видите, какие размахи. От низких показателей до достаточно высоких показателей. Но мы можем встретиться также еще и с таким состоянием, когда развивается гипогликемия, когда падает уровень глюкозы крови. И вот эта гипогликемия, она уже имеет место тогда, когда уровень глюкозы крови будет ниже 2,6 миллимоль на литр. В первые сутки жизни мы можем встретиться с уровнем глюкозы менее 2,2. Это те изменения, которые требуют внимания. Такие изменения могут быть транзиторными. А вот стойкая гипогликемия, она встречается реже, но требует больших усилий для восстановления нормальных показателей глюкозы. Это требует уже, это уже клинически значимое состояние, которое требует коррекции и медикаментозного вмешательства. С другой стороны, иногда мы можем встретиться и с гипергликемией. Это наблюдается, например, у 70% новорожденных с массой тела меньше 1500, которые находятся на парадеральном питании. Довольно часто бывает. При диабете новорожденных редко, 1 на 500 тысяч, но тоже может быть. Итак, если это обобщить, то мы можем сказать, что все-таки у новорожденного ребенка существует склонность к гипогликемии. И поэтому при рождении ребенка мы должны учитывать эти возможные состояния, транзиторные или стойкие, требующие наблюдения или требующие медикаментозного вмешательства. Существуют особенности обмена и дисахаридаз, например. Надо сказать, что дисахариды в очень слабой степени обладают способностью диффузии. Сахароза, мальтоза, лактоза. Более того, мы можем выбрать лактазу как наиболее активность лактазы, как наиболее низкую среди дисахараз. И поэтому мы часто можем сталкиваться в раннем детском возрасте с лактазной недостаточностью. Клиника нарушения абсорбции лактозы, то есть молочного сахара, будет проявляться следующим. Это будет частый жидкий стул, характерные пенистые такие испражнения с кислориацией. И вот в результате такого развития событий, то есть жидкий, частый стул, может развиться дегидратация. Быстро наступает обезвоживание, состояние опасное для жизнедеятельности новорожденного, особенно если речь идет о недоношенных детях и детей раннего возраста. Следующее, о чем мы должны с вами поговорить и отметить, это о метаболизме гликогена. О метаболизме гликогена и будет свидетельствовать о каких-то нарушениях метаболизма углеводного гликогена, множество состояний, симптомов, заболеваний, с которыми мы можем встретиться. Следует сказать, что при избытке в продуктах питания глюкозы и галактозы, они превращаются в печень гликогена. Синтез гликогена начинается на девятой неделе внутриутробного развития. А вот уже значительное его накопление, быстрое его накопление осуществляется перед рождением. В дальнейшем, в процессе периода родов, мы наблюдаем быстрые потери гликогена. Он распадается, он распадается для того, чтобы обеспечить энергией плод, для того, чтобы обеспечить это прохождение по родовым путям ребенка. И адаптацию первые минуты, часы, дни жизни после рождения. Вот соотношение интенсивности процесса распада и создания, то есть гликогенеза и гликогенолиза, будет определять уровень гликемии. И в зависимости от дефицита тех или иных ферментов, которые участвуют в метаболизме гликогена, будут развиваться различные формы гликогеноза, как заболевания, которые связаны именно с нарушением метаболизма гликогена. По клиническим признакам мы можем выделить самые разные формы гликогеноза. Преимущественно это печеночная, генерализованная и мышечная. Так, например, когда речь идет о болезни такой, как болезнь фонгирки, то в этом случае гликоген будет откладываться в печени более всего и меньше в почках. Это заболевание, которое связано с накоплением гликогена в различных органах. А возникает оно в результате того, что имеет место недостаточность фермента гликоза 6-фосфатаза. И таким образом метаболизма достаточного гликогена не наблюдается. Накапливаются его метаболиты. Накапливаются гликоген в различных органах и системах. И прежде всего, как при болезни, вот при этой форме печеночной, накопление происходит в печени и в почках. При другой, так сказать, при другом типе гликогеноза может накапливаться в сердце, развивается кардиомегалия. В этом случае отсутствует другой фермент. Это лизосомная, например, глюкозидаза. Гликоген накапливается практически во всех органах и тканях. Но ярким таким симптомом является гликогенная кардиомегалия. И так далее. То есть мы можем видеть мышечную форму. То есть, видите, видим разнообразные клинические признаки, которые возникают как результат нарушения обмена, углеводного обмена, а точнее, гликогена. Кроме того, мы можем говорить о нарушениях молекулярных углеводного обмена, когда наблюдаются первичные нарушения встасывания глюкозы, галактозы, когда имеет место вырожденная недостаточность лактазы, когда имеется недостаточность сахаразы из-за мальтазы и, кроме того, непереносимость лактозы из-за ферментной недостаточности, наследственная непереносимость фруктозы, недостаточность фруктозы 1,6-фрусфат-альдолазы, эссенциальная фруктозурия, галактоземия, вот тот небольшой перечень молекулярных нарушений углеводного обмена, которые дают вам представление о многообразии нарушений углеводного обмена, которые могут возникнуть у ребенка. Примером такого нарушения, например, является развитие галактоземии у такого заболевания, как галактоземия. Возникает в результате нарушения ферментативной деятельности или же отсутствия вообще активности такого фермента, как галактокиназа. В результате накапливается в крае галактоза, она не подвергается метаболизму, и это ведет к ухудшению зрения, развитию умственной отсталости. В моче мы обнаруживаем большое количество галактозы. Если у нас, например, имеет место дефицит гексоза-1-фосфатовидилтрансферазы, в крови накапливается галактоза-1-фосфат, развивается катаракта, желтуха, диарея, гипотрофия. И опять-таки в этом случае мы можем помочь, я имею в виду медикаментозно, точнее не медикаментозно, а своими лечебными мероприятиями, а именно диетическими мероприятиями, мы можем помочь этому ребенку избежать развития таких вот событий, которых мы сейчас с вами тут узнали и услышали. Это исключить галактозу из пищи. И в итоге, в итоге развитие желтухи, развитие изменений со стороны печени, развитие умственной отсталости наблюдаться не будет. Иначе, если этого не произойдет, чаще всего дети эти умирают от сепсиса в годовалом возрасте. Вот пример нарушения метаболизма и, кроме того, характеристика особенностей метаболизма углеводов у детей. А теперь мы еще должны затронуть вами вопрос липидного обмена. И снова возвращаемся к тому, что мы начинаем с функций, какие выполняют липиды. Они являются структурными компонентами клеток, являются резервной формой запаса метаболического топлива, кроме того, транспорта этого топлива, выполняют защитную функцию, ну и необходимы для осуществления целого ряда нормальных функций организма. То есть это функции разнообразные. Если мы рассмотрим классификацию липидов, то мы можем выделить производные жирных кислот и производные изопрена. Мы можем разделить липиды на простые и сложные. Например, нейтральные жиры, воска – это простые липиды, сложные фосфолипиды, гликолипиды, производные изопрена – это стероиды, каротиноиды, и вот так выглядит классификация липидов. Но, естественно, как существуют особенности белкового обмена, как существуют особенности углеводного обмена, так существуют и особенности жирового обмена, к которым приводят те общие факторы, способствующие особенностям метаболизма у детей, о которых мы говорили на предыдущей лекции. Особое значение имеют липиды, которые входят в состав клеток. Их количество составляет где-то 5% от массы тела без жира. Меньшее значение имеет жир, который находится в подкожной клетчатке, в желтом костном мозге, брюшной полости. И если говорить о количестве жировой ткани, о количестве жира, то наименьшее количество жира наблюдается в период от 6 до 9 лет. С началом полового созревания основы наблюдается увеличение жировых запасов. Вот так количественно можно определить особенность жирового обмена. Следует заметить, что жиры синтезируются только в организме плода. Синтез жира происходит преимущественно в цитоплазме клеток. И синтез жирных кислот требует наличия гидрогенизированных никотинамидных ферментов. А главным источником этих ферментов является пентозный цикл распада углеводов. И вот мы тут видим ту связку между углеводным и жировым обменом. Интенсивность образования жирных кислот будет зависеть от интенсивности пентозного цикла расщепления углеводов, который сменяет аэробный тип метаболизма углеводов, развивается пентозный вначале, а потом гихотомический тип расщепления углеводов, аэробный путь. И, кроме того, мы можем еще определить особенности жирового обмена такие, как то, что у новорожденного в жире содержится относительно меньше олеиновой кислоты и больше пальмитиновой. То есть мы наблюдаем большее количество тугоплавких с более высокой точкой плавления жирных кислот и меньшее количество вот таких вот легко изменяющихся, легко плавящихся кислот, таких как олеиновая кислота. Имеет ли это какое-то клиническое значение? Без сомнений. Так, например, мы сталкиваемся у детей в раннем возрасте с таким явлением, как склерема, склеридема, и этому способствуют вот такие плотные отеки, которые будут образовываться в теле ребенка. И этому способствует как раз именно эта особенность, особенность жирового обмена, когда в жировой ткани содержится большое количество именно тугоплавких жирных кислот. С другой стороны, это обусловлено также еще и характером скармливания, то есть на крупном скармливании мы будем встречаться именно с этой ситуацией, когда будет идти образование таких вот тугоплавких кислот. Жирные кислоты, то есть насыщенные жирные кислоты, лауриновые, меристиновые, пальмитиновые, стиариновые, арахиновые, гигеневые, лидноцериновые кислоты и ненасыщенных жирных кислот, которых будет меньше. Пальмитолиновая кислота, алииновая, линоленовая, арахидоновая кислота. Вот те кислоты, которые представляют из себя насыщенные кислоты и ненасыщенные жирные кислоты. И мы отметили особенности, какие существуют в детском возрасте, когда формируется жировая ткань. Ну а теперь давайте рассмотрим особенности жирового и углеводного обмена. Мы понимаем, что и жировой, и углеводный обмен чрезвычайно связаны, ну, равно как и белковый, но принципиально, когда говорим о жировом, мы себе не представляем его без углеводного обмена. После рождения ребенка резко возрастает потребность в энергии, это понятно. И углеводных запасов хватает на короткое время. Мы уже с вами говорили о том, что гликоген распадается во время периода родов, вот, растрачивается на удовлетворение, так сказать, энергетических затрат, и вот этих вот запасов действительно не хватает на очень короткий период времени. Но тут подключаются уже жировые запасы. Они начинают использоваться сразу, и это отражается повышением в крови концентрации неистрифицированных жирных кислот при одновременном снижении уровня глюкозы. Итак, огромные потери углеводов, снижение уровня глюкозы, но подключение, включение, интенсивный обмен жировых запасов. И мы сразу видим, что концентрация неистрифицированных жирных кислот повышается. Конечно, по мере увеличения количества молока, которое получает ребенок, потому что в первые дни уже он получает недостаточное количество, в общем-то, молока, очень мизерное, будем говорить, количество молока, повышение его калорийности, то со временем будет падать и концентрация неистрифицированных жирных кислот. То есть вот это использование жировых запасов, оно будет уменьшаться, потому что с пищей поступают те жирные жиры, которые необходимы ребенку для роста и развития. Ну, из-за нерастворимости жиров в крови их транспорт осуществляется в виде липопротеина. И вот концентрация липидов, холестерина, фосфолипидов, липопротеинов у новорожденных достаточно низкая, но через одну-две недели она возрастает, и вот это связано как раз с их поступлением и с пищей. Мы уже упоминали, что на запасы жира и на состояние жировой ткани большое влияние оказывает характер скармливания ребенка. При грудном скармливании масса тела детей и содержания жира меньше, чем при искусственном. Грудное молоко вызывает транзиторное повышение холестерина. Хорошо или это плохо? Конечно, это необходимо. Это необходимо, потому что холестерин в первый месяц жизни, если он повышается, он служит стимулом, стинтезу липа протеин липазы. Но надо отметить вот какую еще очень важную особенность этого детей раннего возраста, то, что избыточное питание у детей в раннем возрасте стимулирует образование в жировой ткани клеток, что в дальнейшем проявится склонностью к ожирению. То есть особых клеток. И эти клетки, вот адипоциты, если они развиваются в раннем таком возрасте, в дальнейшем действительно могут проявиться ожирением у детей старшего возраста. Ну, вот мы с вами охарактеризовали основные особенности углеводного жирового обмена. И сейчас я хотела бы только вам тоже привести пример тех нарушений, серьезных нарушений обмена жирового, которые встречаются у детей и проявляются такими болезнями, как болезнь ГАШЕ, которая связана с накоплением внутри клетки, внутри макрофагальной системы, в аноцитарно-макрофагальной системе накоплением глюкоцеребразида. Возникает это заболевание опять-таки из-за недостаточности фермента глюкоцеребразидазы или же отсутствия его активности вообще. И характеризуется это заболевание теми одними, некоторыми теми признаками, о которых мы с вами говорили. Вот тут вам представлен ребенок с болезнью ГАШЕ. И болезнь ГАШЕ у девочки, которая тут сфотографирована, и мы видим, насколько велик у нее живот за счет того, что имеет место гепатосплена мегалия. При этом заболевании, болезненно окопление, гликогенозе, болезнь накопления, связанном с нарушением обмена жиров, мы встречаемся с очень большими размерами печени, селезенки. Но снова-таки, почему я вам привожу этот пример здесь, как пример нарушения метаболизма липидов? Хочется помочь этому ребенку в процессе диагностики и возможного лечения. Так вот здесь тоже мы можем достигнуть и хороших результатов назначением соответствующего лечения. Но это лечение уже будет не таким, какое мы назначали, например, при фенилке тенурии, когда назначали диету с исключением фенилалонина. Не таким, как, например, при галактоземии, когда мы исключали галактозу из питания ребенка, вскармливание ребенка на первом году жизни. Здесь же мы можем воздействовать ферментом. Синтезированные сейчас искусственно ферменты или же полученный из хомячков фермент глюкоцереброзитаза вводятся в лечебные мероприятия, которые проводятся при этой заболевании, и мы достигаем успешного, эффективного такого исхода этого заболевания. Вы видите, тут представлена девочка уже с нормальной статурой, у нее нормальный живот. У этого ребенка отсутствуют тяжелые проявления этой болезни, связанные с нарушением липидного обмена. И несмотря на то, что заболевание это сложное, имеет множество серьезной симптоматики, которая связана с поражениями, изменениями со стороны крови, с развитием печеночной недостаточности и так далее, можно достигнуть эффекта, проводя такие лечебные мероприятия, как введение соответствующих ферментов для стабилизации и нормализации липидного обмена, обмена глюкозеропрозитов. Ну вот, наверное, сегодня мы с вами закончим нашу лекцию, и в дальнейшем будем уже говорить о особенностях обмена водно-солевого, минерального обмена и обмена витамином. Всего доброго, до встречи на следующей лекции.